дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами Петром Рауфи и у нас обзор рынков технический анализ рынков которого мы проведем с целью того чтобы найти как говорится моментумы для торговли на платформах MT4 Trader Zero в случае если работаем с акциями нашего брокера и в целом посмотрим что нас ждет что нас ждет по экономическому календарю и какие есть в целом фундаментальные факторы по активам как пройдемся по форекс парам по индексам как говорится фондового рынка и обязательно разберем те пары о которых по которым вы просили под комментарии мы тоже разберем сегодня посмотрим есть ли там моментумы какие-либо накопления или же как говорится аккумуляция энергии помощью которых можно внутри дня работать к сожалению сейчас на рынках немножко сужается очень сильно каналы сужается очень сильно волатильность есть некая неопределенность мы это все разберем сегодня и пройдемся в целом по всем форекс парам криптовалютам обязательно тоже пройдемся по ним посмотрим что там нас ожидает по основным крипто парам как бы наверное в курсе основной новостной фонд сегодня и в целом за последние недели две сильно был связан с решением фрс который в конце концов джором павел вышел и заявил о том что инфляция инфляцию можно назвать не временно инфляция это уже вопрос очень серьезный она очень высокая и это по-своему как бы может давить на доллар и по-своему может привести тому что решение о повышении процентной ставки они будут принимать гораздо быстрее чем ожидалось и к моменту конечно каких-либо заявлений об этом повышение и золото может оказаться под давлением и точно так же фондовый рынок может оказаться под давлением и помощью вот этих ожиданий просто долл можно немножко подсказать вырасти другой момент касательно нового штамма которого нашли ковида и поскольку опасения по поводу его в плане смертельности меньше чем с дельта штаммом или предыдущими штаммами поэтому рынке немножко себя более-менее хорошо чувствует мы сегодня обязательно графики разберем посмотрим на самом деле в чем затаится этот оптимизм в чем как говорится причина этого оптимизма как он выглядит на на графике насколько к сожалению этот тренд сужение волатильности идет и как к сожалению он очень сильно умеряем мы и по фондовым индексам и так далее давайте начнем с ситуации которые есть на индексах s&p 500 и должен основные индексы фондового рынка сша индустриальной и s&p 500 голубые фишки исходя из картин который мы видим на дневном таймфрейме после некой диверегенции цена конечно упала это все на страхе о появлении нового штамма было вот такое вот движение это можно назвать очень-очень картосрочной коррекцией сегодняшняя свеча она открывается выше вчера давайте я немножко приближу чтобы сегодняшняя свеча открывается лучше передущей но передущая свеча вчерашняя свеча была аномальная достаточно аномальная и она по факту вытеснула цену от некой зоны накопления то есть ждать ли сегодня какие-либо сильные движения по s&p я не очень уверен но давайте разберем внутридневную внутридневной график что здесь видно то к сожалению есть еще один еще одна дивергенция есть еще одна дивергенция между максимумами и линии осциллятора rsi что говорит о том что скорее всего картосрочное такое нисходящее движение в ближайшее время может быть осуществлен насколько он импульсивный опять же может такое движение произойти по итогам какого-либо ложного пробоя вот этих вот вот этих вот максимумов которые здесь локальные исторически по доу-джонсу ситуация приблизительно такая что эта дивергенция наблюдается но опережающий по факту индикатор индекс доу-джонс зачастую показывает то что будет по s&p гораздо раньше и сама зависимость экономики по большому счету особенно сейчас от данные более-менее экономические фабричные и так далее тоже является причиной этого потому что экономическая помощь стимулы они скоро закончатся они скоро прекращаются как бы не хотелось в это не верить оптимизм пока еще есть но все равно мы уже приближаемся к моменту основного разворота но имейте ввиду что до конца года все равно тренд восходящий ну до конца года особо ничего и не осталось по фондовым индексом обратная корреляция с долларом сша тоже немножко разберем посмотрим какая ситуация здесь словом сша на дневном тайм-фрейме очень сильное сужение то есть если мы видим там рост более или менее то очень сильное сужение доллара и некое приторможение давайте 14 часов я включу чтобы было более-менее сформирование здесь видно какие-то здесь уровни ну очень сильное сужение единственное что может быть мы здесь наблюдаем за сформированием неудавшегося размаха или какого-либо другого паттерна разворотного для того чтобы это увидеть более или менее ярче я включу еще RSI осциллятор ну и тут как бы знаков вот дивергенции дивергенции нету скорее всего движение вверх может продолжаться исходя из ситуации которые есть по RSI на 4 часовом тайм-фрейме и на дневном тайм-фрейме единственное что смущает это открытие сегодняшней свечи ниже предыдущей и в целом вот это вот свеча которая похожа на сигнал от как бы нисходящего движения на 15-минутном тайм-фрейме для внутридневной торговли соответственно то есть берем меньший масштаб чтобы посмотреть что в короткосроке что в ближайшие часы может произойти для этого кстати к алендарю тоже стоит обратиться мы его тоже скоро разберем как мы видим есть некая зеркальная отметка который по факту сейчас тестируется и происходит расширяющаяся информация то есть происходит некий срыв волатильности внутри которого по факту очень опасно в целом находиться и 96.20 96.10 приблизительно приблизительно этот диапазон который если прорвется вниз то наверное мы будем дальше вниз идти но скорее всего в ближайшее время из-за вот этого накопления и в целом из-за сформирования вот такого такого паттерна разворотного расширяющейся формации или же срыв волатильности который происходит в виде рукора то есть обратно такой треугольник в районе локального минимума может быть сигнал того что цена может в ближайшее время к ним должен попытаться пойти вверх то есть это относительно сочетается с среднесрочным там короткосрочным прогнозом который мы дали по S&P то есть обратно корреляция то есть его взять так что такая ситуация по факту по доллару экономический календарь сегодняшнего дня смотрится он довольно пустой но релизы более или менее важное число открытых вакансий на рынке труда от 10.4 до 10.3 к сожалению это не очень хороший показатель и как по факту это ежемесячный релиз не очень хороший не очень хороший прогноз надо посмотреть какие будут реальные прогнозы поэтому доллар сегодня может все-таки и оказаться под нисходящим каким-то давлением возможно импульс какой-то нисходящий просто будет по доллару и по канаде переслезая банка канада поводу повышения ставки в канаде еще мы как бы ничего не слышали но единственное что по поводу канады лучше ориентироваться на цену нефти нефть больше и лучше иметь корреляцию с долларом чем что-либо чем какие-либо интервенции вербальные со стороны банков 18.30 по мск запасе нефти и тут как мы видим дефицит увеличивается это довольно хорошо для цены скорее всего может хорошо повлиять на цену нефти поэтому как мы видим с календаря по идее сегодняшний день должен за собой принести якобы некий нисходящий тренд для доллара и некий восходящий тренд для скорее всего нефти и скорее всего чуть-чуть по золоту и по фондовому фондовому тоже должно быть оно восходящий в целом и может ли это движение произойти импульсивно и затем просто развернуть все как мы технически обещали ну или как мы технически передвигали может ли так случиться может так случиться то есть это вот стоит иметь накопление вроде бы есть как сейчас энергетическое накопление по факту есть и переходим уже к нашим активам форекс парам и конечно же там среди них из тех форекс пара которых вы просили есть основные форекс пары есть форекс пара о которых вы просили чтобы мы их разбирали обращайте внимание обязательно на тот фактор что любой прогноз или же как говорится любое любое мнение о рынке она будет иметь более-менее какого-либо эффекта когда она будет воплощаться помощью какой-либо торговой системе алгоритма риск-менеджмента конечно с параллельным использованием риск-менеджмента и для всего этого есть у нас нагревчик инструменты в помощи которых вы можете осуществить для начала в случае только начали свою работу и в целом в случае профессионал помогают такие вещи как конструктор алгоритма и также риск-менеджмент поэтому обязательно по этому поводу читайте обращайтесь в ссылке под видео эта информация есть можете посмотреть форекс пары евро доллар начнем с евро-доллар тут есть некая приторможение приторможение под 1.13 кстати мы по поводу этого приторможения еще с прошлого раза говорили неоднократно говорили и обращали внимание что вот закрепление под 1.13 это залог дальнейшего нисходящего движения а укрепление над ним это залог дальнейшего роста как мы видим доллар пока не прекращает свой рост евро гораздо слабее смотрится в целом чем какой-либо фунт австралиец и новозеландец поэтому имейте в виду чтобы там по фунту по австралицу новозеландцу не было евро оно все равно слабее смотрится и причина просто в том что они стимулы как бы прекращать никогда в ближайшее время не будет или в целом это нереально для еврозоны чтобы это осуществить но тут как вы видите был такой диапазон из четырех уровней да целевых и в данный момент сейчас некая консолидация внутри 1.13 1.1980 то есть выйдем из этого диапазона скорее всего будет проще говорить если вы заметили нисходящие прорывы вот 1.1980 в итоге переводили к тому что цена пошла вниз то есть тут тоже мы не исключаем что вероятность продолжение спада тут смотрится с технической точки зрения но все это будет зависеть от того насколько сильно мы закрепимся под 1.1980 то есть закрепление вот имеется в виду в таком виде и есть еще один есть еще одна сценария который может помочь для того чтобы вы скорее всего были менее по медвежьему были уверены по тренду это когда цена после захода вниз отметки теряет амплитуду или же сильно свечи начинают закрываться возле этого уровня ну приблизительно как здесь то есть и по поводу евро поэтому тут нужно обязательно посмотреть 1.1980 ниже закрепление пойдет или нет или же мы все-таки укрепимся выше этой отметки и пойдем выше в целом по поводу евро тут к сожалению очень сильно узкий очень сильно узкая волатильность очень сильно напряжение чувствуется сильное напряжение поэтому по поводу евро но как бы уверенности тут особо не видно часовой график давай вместе можешь загружайся было бы очень круто пока загружается свой график евро а вот сегодня сегодняшняя свеча открывается кстати приблизительно там где закрыли там где закрытие вчерашней и чуть выше это закрытие вчерашно хорошую тень прямо нарисовала и тут на самом деле 1.1980 может оказаться отметкой над которым если мы укрепимся амперитуда не будет не будет сильно не будут свечи сильно маленькими если такая ситуация будет укрепление 1.1280 и свечи более-менее то есть амперитуда не будет снижаться после укрепления этой отметкой и цены хотя бы пойдут лучше 1.1990 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 GVP тоже укрепляется, но имейте в виду, что GVP не ниже локальных минимумов, то есть GVP по факту поддержку 1.32.40 держит очень хорошо, и сейчас он в очередной раз его тестирует, и этот ретест тоже смотрится довольно сильно. На всякий случай, тут риск для покупателей это 1.32.20, 1.32.25, приблизительно диапазон риска, от которого можно отталкиваться, возможно, скорее всего, вы можете отсюда и лимитные ордера тоже раскрывать. Еврофунт, на котором вы просили неоднократно, приближается к некой отметке, довольно сильной отметке, 0.85. 0.85, 0.85 приблизительно, или 0.85, скажем, 0.26 и 0.30. И отбиваться от этой отметки вниз в случае, если не будет укрепления над этой отметкой, или же будет потеря ампилитуды, то есть будет снижение размера свечей и их горизонтального движения последующего. По итогам укрепления над этой отметкой, это все равно нехороший сигнал для покупателей. Поэтому мы либо тут укрепимся, снова тестируем сверху и пойдем выше нормальными свечами, или же все-таки будем развернуться вниз. Поэтому здесь, исходя из амплитуда, которая сейчас есть, наверное, скорее всего, продолжение движения вниз будет более логичным. Австралийц-доллар и Австралийц-Новозеландец. Сильное сужение присутствует, некая дивергенция, к сожалению, тоже есть. Она существует, она очень довольно такая долгосрочная. Ну, как говорится, для внутридневного таймфрейма, но его почти не присутствует, но она очень-очень-очень умеренная. То есть такая дивергенция. Давайте посмотрим, что у нас в Белизе вообще существует. Четырехчасовый таймфрейм. Мы в зоне очень сильного заражения по факту. И обращайте внимание, что по австралийцу зеркальная отметка, которая находится чуть-чуть выше. То есть 0,7160... Да. 0,7160 – это отметка, которая должна протестироваться. Если мы не пойдем на его ретест, то, возможно, его ретест все равно произойдет. Пока мы не опустимся хотя бы ниже 0,71. То есть пока мы не опустимся ниже 0,71, вероятность ретеста 0,7160 будет присутствовать. И поэтому лучше, чтобы оно его протестировало, особенно если импульсивно протестируют, то последующий разворот, его вероятность будет больше. Имейте в виду, что эта зона в целом нехорошая. То есть по такому выходу с этой зоны, с этого диапазона, ну, вот он приблизительно. Будет лучше судить. То есть можно будет проще судить. Новозеландец к доллару. Очень хорошее место для укрепления. Кстати, к дню его дошла 0,6780. И в случае, если у нас будет укрепление после прорыва этой отметки или же, то есть у нас будет укрепление по итогам его ретеста 0,6770, 0,6780, приблизительно этот диапазон. Не надо, чтобы мы под этим диапазоном закрепились. Если мы закрепимся под этим диапазоном, дальше, скорее всего, у нас может цена пойти вниз. Обращайте внимание, что это зона сильного расширения волатильности. То есть куда мы сейчас заходим. Поэтому по шортам здесь нужно будет очень осторожным. Скорее всего, на 5 минутки или на 1 минуте найти какие-либо сигналы для дневного скальпинга какого-либо. Тут, по большому счету, ждем укрепления. И имейте в виду, по итогам укрепления, если мы не зайдем далее, там, 67, хотя бы 90, то, или же ампилитуда, если будет сильно низкая, даже после укрепления, если свечи будут, ну, не сильными, как здесь, то есть, да, не, как говорится, рост не будет, рост не будет такого выраженного, то, скорее всего, даже может ждать продолжения какой-либо консолидации или же даже развороты. Поэтому вот здесь он, этот уровень очень хороший, но 67, 80, 67, 70, но надо ждать, пока цена над ней укрепится. То есть по факту надо дождаться, пока цена над этой отметкой укрепится. Австралийц, Новозелландец, тоже одна из пар, о которых вы спрашивали. Сегодняшняя свеча открывается выше закрытой вчерашней, но, к сожалению, у вчерашней есть сильная такая тень. Очень сильная, очень сильная тень. И мы сейчас даже вблизи некого сопротивления, можно сказать, локального, 0,1, 0,5, 20. То есть тут надо, во-первых, смотреть, 1, 0,5, 20 мы прорвем, укрепимся над ним или нет. Если такое будет, если такое случится, то хорошо. Но, к сожалению, мне кажется, что даже при ближайшем прорыве его скорее всего дальше нас ждет после какого-то времени разворот, причем потому что тут есть некая очень-очень умеренная дивергенция. Есть очень такая умеренная дивергенция, но движение в целом, оно всегда было восходящее. То есть если даже мы ориентируемся на какого-либо насходящее движение, то в рамках этого восходящего канала можно. Это будет не очень таки плохо. 1, 0, 5, 40, следующая, скорее всего, отметка, которую можно выбрать более-менее неплохой. В случае здесь у нас будет как бы укрепление над 1, 0, 5, 20, последующий заход под ним, некая фиксация над 1, 0, 5, обязательно над психологической отметкой, а затем, скорее всего, следующая отметка, которую мы протестируем, это 1, 0, 5, 40. Поэтому тут немножко нужно дождаться некого очередного ретеста, психологическая отметка 1, 0, 50, скорее всего, а затем, если будет укрепление, то цена дальше пойдет вверх, вероятнее всего, исходя из общего тренда, скорее всего, продолжение общего роста используется гораздо логичнее. Тут дивергенция, которую мы наблюдаем, она очень-очень умиренна, поэтому. Дальше защитные активы у нас золото, серебро и платину, которым платину, просто вы тоже о нем просили, чтобы мы его разбирали. Имейте в виду, на золоте, к сожалению, есть срыв волатильности, расширяющийся формацию возле, точнее, можно сказать, выше некого сопротивления и некого локального сопротивления на отметке 1787. И вот этот срыв, он не очень хороший, это не очень хороший признак в целом для продолжения бай-лангу. Но что нам говорит долгосрочный таймфрейм? Дневной таймфрейм тоже указывает на то, что мы по факту, даже на дневном таймфрейме очень хорошо видно это зеркальное отметки, которое сейчас тестируется, от которого мы сейчас отбиваемся вниз. 1790, 1795 приблизительно. Где-то тут мы можем развернуться, но, опять же, недавний нисходящий импульс прошлой недели заставляет задуматься о том, что, скорее всего, в этой неделе консолидация будет продолжаться и некое укрепление, возможно, тоже будет. Поэтому, исходя из того, что мы просто находимся на некой зеркальной отметке, тут лучше выйти и исходить из выхода цены с какого-то диапазона либо же торговли внутри какого-либо диапазона. То есть, мы посмотрим здесь очень классная отметка, кстати, он же и есть, 1800 долларов, от которого мы в течение прошлого квартала отталкивались. То есть, 1790, 1700, 1800. Это отметка, над которым, по факту, покупки продолжаются, под которым можно продать. Зеркальная отметка, по итогам укрепления, над которым, по факту, движение вверх некое время продолжается и закрепление под нем тоже является признаком продолжения цены в определенную сторону, то есть, вниз. Поэтому тут нужно от этого отталкиваться. Мы сейчас тестируем зеркальную отметку, причем снизу его тестируем. Вероятность того, что мы его пробьем импульсивно есть. Как импульсивнее это произойдет, так и будет больше уверенности в продолжении нисходящего движения, чем восходящего. Поэтому на это нужно обращать внимание. По серебру приблизительно ситуация может указывать на такую же продолжение такого же сценария. Имейте в виду 22.40 приблизительно. Отметка, которая сейчас тестируется. И под ним, конечно же, я думаю, что мы не зайдем. Опять же, это все прогнозы, это все технический анализ. 22.40. И его очень сильно импульсивный ретест просто обнадеживает. Но лучше для того, чтобы покупки продлить, уже укрепиться, хотя бы дождаться укрепления над 1.22.50. 1.22.50, если будет укрепление над этой отметкой, то более уверенно можно говорить о данной покупке. Пока еще есть некий такой пробой зеркальной отметки. И главное, чтобы мы не зашли под 22.40, 22.30. Если сильно импульсивное движение будет в районе 22.30, эти закрытия свечи на 22.30, 22.40 приблизительно в этом районе, с большой тенью снизу, то это очень хороший сигнал продолжения роста. Такого можете не случиться. И точно так же, если этот импульс будет восходящим, то вероятность движения цены вниз будет больше. Мне кажется, тут, скорее всего, мы двигаемся вверх, пока что в короткосроке. И золото и серебра, они будут двигаться вверх, потому что по золоту 1800 нужно, чтобы еще раз протестировалось, исходя из технической картины. И по серебру тоже здесь довольно хороший идет протест 22.40. И, скорее всего, мы над ним можем укрепиться даже в стим. В короткосроке. Платин тоже указывает на расширяющую формацию, где мы вообще находимся ниже, конечно, гораздо ниже психологической отметкой 1000, которого когда-то мы протестировали, пробивали, если помните, если помните, 1000 был пробит приблизительно на прошлой неделе, закрепились под ним, а сейчас находимся под еще одно под еще одно сопротивление 980-970. То есть это сопротивление 980-970, которое здесь приблизительно, оно тоже довольно имеет важную роль. Нужно обратить внимание, как цена его обрабатывает. Если отрабатывать его импульсивно, то, скорее всего, продолжение спада вероятнее. на очень короткосрочном тайм-фрейме тут есть, кстати, друзья, дивергенция, к сожалению, тоже есть, и он неумеренный, то есть эта дивергенция может срабатывать и вероятнее всего ниже 960-965, скорее всего, покупки будут активизированы, продажи будут активизированы. Поэтому на это обращайте внимание, как импульсивнее будет это нисходящее движение, так и, вероятно, дальнейшее укрепление больше в среднем сроке. Поэтому исходя из этих вещей можете менять стратегию торговли, естественно, направление торговли, извините, направление торговли и дальше торговать. доллар франк швейцарский, евро франк швейцарский, доллар к иене и фунт к иене. Это все у нас получаются форекс-фары, которые тоже защитные. Защитные активы в целом это активы, которые растут очень сильно во время кризиса какого-либо. как мы видим более-менее оптимизм на рынках пока есть до конца года тоже будет. Поэтому на росте доллар франк, доллар евро франк к сожалению на росте франк особо ставить не можно, потому что евро он сам по себе под давлением. Но на росте доллар франк, доллар иены ну и приблизительно фунт иены тоже было бы неплохо больше ориентироваться на них. Тут на 15-минутных таймфреймах того нахорошо видно, что продолжается в целом рост. То есть рост на всех этих картинках смотрится он более реалистично. Недавно мы отбились от того нахорошей поддержки 0,9240 по доллар франку. Но импульсивное, сильное импульсивное движение немножко заставляет задуматься о том, что мы можем все-таки консолидацию продлить. Консолидацию продлить 0,9250 давайте так скажем. Пусть будет опеткой. над которым мы можем пройти покупки, за которым скорее всего продажа. Но имейте ввиду довольно хорошая поддержка. И если будет сильное, только в случае, если будет сильная потеря амплитуды, то есть если будет сформирование сильных таких маленьких свечей, поджатие обратно к 0,9250 после его прорыва сверху вниз. или же сильное закрытие сильной свечи, аномальной свечи, одной свечи в таком виде, где-то в районе локального максимума, все эти три сигнала являются сигналами разворота. И вероятность их осуществления гораздо больше, чем что-либо другое. Поэтому тут, конечно, насчет дальнейшего роста в середний срок можно думать, но в краткосроке, к сожалению, тут может случиться немножко другое тоже. По еврофранку, конечно, тут более уверенно можно сказать, что дальнейшего роста может и не будет. Зеркальная отметка 1,4320 приблизительно. Вы вижу 1,43, лучше сказать 1,43, 1,4320 это отметка, которая попав в зеркальное тестируется и над этой отметкой вероятнее всего покупки могут продлиться, имейте в виду укрепление над зеркальным отметками в случае если после них произойдет какое-либо снижение амплитуды либо же обратное поджатие вниз к этим отметкам, то это сигнал продажи, если эти отметки были сопротивлениями. А в данном случае просто сильный срыв волатильности возле этой отметки не обнадеживает. Мне кажется, что она может его импульсивно пробить, но это все просто даст больше люфта для захода по лимитным ордерам по шортам с меньшей риска. меньшей риска. Поэтому доллар JPY сильный импульс точно так же как бы доллар иена очень сильный импульс приоритет некого сопротивления довольно важного 113 60. Поэтому насчет дальнейшего роста я ничего не могу обещать. Тут, была диверегенция, которая сработала с прошлого раза, как мы видим. Фунт JPY, о котором вы просили тоже разобрать. И тут, к сожалению, ситуация, то есть срыв волатильности присутствует. Давайте посмотрим на дневной график. И этот срыв волатильности, кстати, на дневном графике даже его видно. В целом, в долгосроке такой срыв и сформирование расширяющейся информации возле локальных минимумов и максимумов на дне или на вершине рынка всегда гласит о том, что цена должна развернуться. Поэтому в средние сроки, в долгосроке вряднее всего это сигнал разворота. Особенно с учетом того, что в Японии с недавних пор вышли некоторые анализы, которые говорят о том, что сильная инфляция, которая есть там уже, к сожалению, не очень сильно помогает. То есть, сильный дампинг цены иены, сильное занижение цены на валюты, которая им была всегда по карману из-за дешевого экспорта и так далее, сейчас уже может не очень коррелировать правильно с вот этим экспортом, что приведет к тому, что это уже не будет инструментом для того, чтобы они каким-то образом, как говорится, то есть, это дампинг иены, уже не может не быть тем инструментом, помощью которого они вроде подкачали свою экономику. И фунт само по себе очень сильный, но опять же, по поводу укрепления иены, особенно на таких отметках по отношению к фунту, мне кажется, немножко грешно будет просто говорить, исходя из всех этих формаций, которые мы видим, то есть, сужающийся, якобы, канал с нисходящим наклоном около локального очень исторического минимума в целом. Поэтому тут говорит о дальнейших продажах в средние сроки, в долгосроки нельзя, но в короткосроке вероятность всегда может присутствовать. Имейте в виду, что тут поддержки довольно сильные, поэтому на их даже ближайшие ретесты я особо не рассчитываю, потому что они только недавно были пробиты. То есть, 150-20 очень хорошая отметка, которая недавно была ложным образом пробита. Поэтому этот ложный пробой может быть залогом дальнейшего роста, но имейте в виду любые потери амплитуды в районе 150-60 или 150-40 может гласить о том, что цена 150-50 по итогам этого укрепления любое снижение амплитуды возле этой отметки может гласить о том, что, друзья, в своей покупке можете очень нам придется его очень сильно откладывать, как в ситуации, которая здесь приблизительно и происходит. Вот этот ложный пробой по факту может быть залогом дальнейшего роста. Это с одной стороны, но имейте в виду, что дальнейшее сформирование свечей на 15-30 минутки не были маленькими, то есть не были маленького размера, снижение амплитуды не происходило. Снижение амплитуды это привязательная ситуация, которая здесь. Вот это снижение амплитуды и зачастую снижение амплитуды имеет какой-то восходящий или нисходящий наклон, и этот восходящий наклон возле какого-либо сопротивления сигнала разворота, а нисходящий наклон возле какого-либо минимума тоже сигнал разворота. Особенно, если это происходит с сужением волатильности или же снижением амплитуды. То есть это не накопление, которое мы говорим про поджатие накопления и прорыв, да, а это немножко другая история. Дальше нефть и связанные с ними активы тоже разберем. По поводу нефти ситуация ОПЕК плюс более-менее пытается контролировать и пытается не освобождать запасы нефти, несмотря на запросы США о том, что давайте поборем экономический кризис, давайте освободим все запасы нефтяные. Япония его слушает, Индия его слушает, но остальные страны, к сожалению, нет. ОПЕК плюс он зависит от высокой цены на нефти. И ситуация, которая в целом на рынке энергетики, пока еще более-менее обнадеживает, особенно, исходя из того, что новый штамм COVID-19 оказался не таким уже страшным, просто исходя из того, что он легче переносится, исходя из некоторых данных. Но, несмотря на все это, нужно даже новостей говорят, еще неделю могут эти исследования продолжаться по поводу Omicron нового штамма недели две. И по итогам этого недели две Pfizer, Moderna, они обязательно скажут, что вакцина против них обновлена, или же нынешняя вакцина работает против них. То есть, не нужны, нет необходимости в какое-либо обновление. Они этого скажут, и ситуация будет еще более ясной. И, скорее всего, по итогам такого расклада и фондовые рынки, и цена на них может подскочить дальше, и доллар может все-таки застрять в том боковике, в котором он должен уже давно застревать и просто развернуться. Поскольку, ну, вы сами понимаете, что вербальные интервенции ФРС не должны так долго помочь доллару укрепляться. Причем, потому что вербальные интервенции зачастую поводу повышения инфляции всегда действуют моментально, не на долго срок, они настолько сильно испортили новостной фон, в том плане, что переобуваются, что такая ситуация продолжается по сей день, несмотря на то, что по факту и фондовый рынок растет, и доллар не сильно падает. Поэтому такое искажение картины есть просто из-за того, что политика Джерма Павела, она была, ну, как и всегда, очень сильно, очень сильно искусственной. Вот. По нефти сейчас очень сильное сужение, то есть вернемся к техническому анализу, и что мы видим с прошлого, с прошлых эфиров, с прошлого, как говорится, раза. Так. по нефти в целом очень сильно сужение, была тут здесь некая конвергенция, если вы заметили, которая привела к росту. Конечно, его сейчас здесь не видно, началось, что в целом таймферме должно было быть очень хорошо видно. Вот. И в целом вот эта поддержка 65 не дало цене сильно опускаться ниже. Дальше у нас идет укрепление над психологической отметкой 70 и она продолжается. И что нас ждать от дальнейшего движения, где мы находимся, в какой зоне приблизительно, где-то недалеко, у нас сопротивление, от которого мы отбились внизу, 72. Но для того, чтобы наверное четче или точнее бы сказали у дальнейшего тренда, есть диапазон 70 до 40 71, ниже которого лучше не опускаться. Если мы опустимся ниже этой отметки, для нефти это не очень хорошо. Нынешние ретесты этой отметки однодерживающие, но если у нас будет потеря амплитуды, и мы в будущем, несмотря на вот это укрепление, застрянем под 72, не выйдем за ним, не поднимемся над ним хотя бы, то вероятнее всего нет, может на время какое-то 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 время немножко продолжать снижение или некого боковика. По поводу канадца здесь, доллар канадца, доллар сша по отношению к канадцу, то есть поддержка, которая тестируется, смотрится довольно хорошо, относительно историческая и, кстати, относительно зеркальная. и мы от него в течение сегодняшнего дня, то есть вчерашний сильный импульс сегодня по факту якобы показывает, что мы от него отбиваемся, но, к сожалению, сегодняшняя свеча и открытие было ниже предыдущей свечи, то есть ниже минимум предыдущей свечи, это не очень хороший сигнал, потому что бы сегодня не происходило, какие бы не были сегодня коррекции, надо смотреть на то укрепляемся ли мы над 1,26 там 70 80 которым над которым ну, наверное, не укрепимся скорее всего, потому что ну, вероятно с того, что цены на нефть будут расти исходя из сегодняшнего опять же исходя из сегодняшнего экономического календаря исходя из релизов гораздо больше, поэтому тут по доллар канадцу дальнейший рост, но он немножко будет под вопросом, несмотря на то, что мы прорываем минимум и немножко притормозились, но скорее всего тут еще движение вниз будет продолжаться, даже несмотря на вот некая конвергенция, которая может тут сформироваться, то есть особенно переближающим, нисходящим импульсом, может произойти конвергенция, может сформироваться конвергенция, которая приведет к последующему, там дальнейшему, через несколько дней развороту, но пока еще есть вероятность нисходящего, продолжения нисходящего движения, а европейцы по отношению к канадцу тоже, к сожалению, не смотрится не очень хорошо, единственное, что 1,4260 может спасать цену, если укрепление над ним будет привести к укреплению там над 1,4280 перед тем, чтобы амплитуда не была такой, то есть амплитуда не должна быть такой низкой, амплитуда должна быть более уверенной, более высокая, поэтому такой умеренный рост это тоже в средней сроке хорошо, но особенно если мы находимся над некой исторической поддержкой, но в короткосроке это все может обернуться тем, что цена все равно будет там ниже опускаться, то есть в короткосроке вероятность того, что цена этой пары тоже будет ниже опускаться, протестировать 1,4220, 2,42, гораздо больше в краткосроке, ну и фунт канадец нисходящий сильный очень импульс, который по факту сегодня на 15 минут и на дневном увидел, а на дневном время, да, со вчера, вчерашняя свеча очень импульсивно протестировала локальный минимум, и тут вероятность дальнейшего роста или же при торможении спада все равно существует, оно существует при торможении спада, его вероятность существует, поэтому тут с шортами нужно быть немножко осторожным, скорее всего, по фунт канадцу, по фунт канадцу нужно быть немножко осторожным, по шортам в краткосроке очень-очень скальп, очень-очень по-скальперски, особенно вблизи в релизах по нефти, можно надеяться на некий нисходящий импульс, а так мы ждем среднесрочного, мы ждем разворота в среднесрочном, то есть на всех этих по факту трех пар, биткоин и этериум, как и обещали, биткоин опустился ниже 50 тысяч, с прошлых релизов мы говорили по поводу очень ужасного новостного фона биткоина и как видите биткоин ниже 50 тысяч опустился, сейчас, конечно, находится чуть-чуть выше и 47 тоже протестировалось, то есть 47 тысяч, 45 тысяч у нас целевые были отметки, которые протестировались, а что дальше будет она делать, неизвестно, 53 тысячи как минимум эта отметка над ней должна произойти укрепление, если над ней не произойдет до укрепления дальше будем ниже опускаться, поэтому по поводу биткоина лучше отталкиваться от отработки 53 тысячи, если отработка этой отметки сильно импульсивным образом происходит на четвертом таймфрейме или же закрытие часового таймфрейма происходит ниже этой отметки по утокам его импульсивного ретеста, то скорее всего дальше нас ждет продолжение спада, некого сужения волатильности стоит ждать в ближайшее время с восходящим наклоном, который просто будет разводить вероятнее всего покупателей на тех отметках, потому что продолжение спада здесь вероятнее смотрится до сих пор, ну или же как некая консолидация. По поводу эфириума, конечно, ситуация более-менее лучше, потому что эфириума сильно фонного слои зависит от неких успешных проектов, которые по сей день продолжаются нфт и депозитная программа, которые по факту разработаны на эфириуме, очень часто большие количества этих компаний пользуются эфириумом, и сам эфириум тоже сжигает свои монеты и контрапитается регулировать своей ликвидностью, что не делает ни биткоин, ни другие активы, ну бывает, да, некоторые такое не делают, но эфириум очень часто этого делал, особенно после нового объявления лондонского хардфорка, поэтому по поводу эфириума уверенность все равно гораздо большее есть, но обращайте внимание на 14-ом тайм, прям сильный импульсивный ретест некой зеркальной отметки, тут какие бы ни были восходящие импульсы в будущем, до 4600, до 4500 все равно вероятность дальнейшего снижения присутствует, то есть просто исходя из того, что мы эту отметку очень импульсивно сейчас тестируем, то есть мы его протестировали, почти одним махом 50% всего этого диапазона мы прошли за очень быстрое время, поэтому сейчас пока еще ждем, пока не закончится эта консолидация некая, но она может не перевести к продолжению роста, поэтому и здесь по эфириуму тоже нужно быть осторожны, 4400, 4500, хотя бы укрепление над этими отметками нужен для того, чтобы мы выше поднялись, везде импульсивно эти отметки протестируются, это очень плохой сигнал для покупателей. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир, не забудьте подпишитесь на наш канал для того, чтобы обязательно увидеть в ленте видео, новое видео, которое у нас выходит, обучающие тоже есть у нас видео, которые выходят, есть прямые эфиры от Александра Михайловича Герчика, от Сергея Заботкина, также Виктора Макеева, спасибо еще раз и до следующей встречи, всем хорошей торговли, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин